Волшебное превращение пережила в эти дни хоккейная коробка возле СОЖ номер 28. Твёрдому покрытию этой площадки больше двух десятков лет. И зимой заливать каток здесь было весьма проблематично. С бортами, со всеми этими, мы бы вроде как справились, но вот дно у площадки, как говорится, корпус её нижний, очень плохой. При заливке мы очень много страдаем, очень много выливаем воды, мнём снега. Ну и геометрия, и география её плохая сейчас. Но надо её поправить. На эту площадку приходят зимой жители со всего микрорайона. И именно благодаря таким активистам, как Андрей Бурцев, лёд, даже минувший снежной зимой, здесь был ровный и чистый. Есть спортсмены, которые занимаются хоккеем, есть люди, которые катаются на коньках. То есть, я думаю, за этот период все жители 9-го, 9-го, 11-го микрорайона, близлежащих микрорайонов через эту коробку прошли. У нас есть инициативная группа, есть энтузиасты, которые в течение всей зимы активно поддерживают коробку, заливают, чистим снег совместными силиями. В этом году, несмотря на то, что были большие метели, она у нас не простаивала. То есть, практически мы сразу её привозили в порядок, и она пользовалась очень большой популярностью. В 28-й школе даже образовалась любительская хоккейная команда, что вполне объяснимо. Грех не использовать такую площадку для тренировок. Неплохо мы в этом году поиграли. К нам, значит, организовалась команда, к нам пришли очень много людей из других микрорайонов. Очень было много, даже создали команду, и после того, как закончился сезон, мы все пришли в Ледовый дворец. Я тут играю, ещё занимаюсь в команде «Прометей». Прихожу сюда после тренировки, перед тренировкой. Когда никого нет, просто прихожу побросать шайбу. Когда кто-то играет в хоккей, я прошусь тоже поиграть с ними. 10 на 10 играли, а самое малое – 2 на 2, может, играем 3 на 3. И спортсмены, и активисты, которые зимой заливают лёд в этой хоккейной коробке, понимают, в следующем сезоне готовить каток будет ещё сложнее, потому что за лето покрытие ещё больше испортится. Надо действовать. Сами спортсмены обратились к депутату областной думы Гагику Араратовичу Киракосяну с просьбой оказать содействие. И мы очень благодарны ему. Он оказывает нам благотворительную, безвозмездную спонсорскую помощь. И областной депутат откликнулся на просьбу капитально отремонтировать площадку. Каток размером 28 на 56 метров буквально за два дня привели в порядок работники фирмы «Автотрасса». В течение двух часов они подготовили основание, а затем быстро и качественно уложили твёрдое покрытие. Кстати, оставшуюся асфальтовую смесь работники организации пустили на ямочный ремонт в пришкольной территории. А отремонтированная площадка хоккейной коробки стала многофункциональной. Сейчас по ровной поверхности катаются велосипедисты и малыши на самокатах.